Крепкая дружба связывает учащихся и педагогов средней школы номер 20 с двумя учреждениями образования города Москвы. Подтверждение тому – предложение принять участие в международном конкурсе «Московский Соловей-2019», тема которого – патриотические песни советских композиторов. Шанс испытать судьбу выпал учащийся Варваре Мовченюк, которая выступила с трогательной песней ветераны войны и оправдала надежды не только своего образовательного учреждения, но и всей страны. Ведь получить звание лауреата второй степени и диплом в номинации «Патриотическое воспитание» было сложно. Вокальные данные оценивала строгая и по-настоящему звездная жюри. Когда я прибыла на генеральную репетицию этого конкурса, я была очень удивлена, так как все мои соперники были очень сильными вокалистами и уровень был довольно высокий. Поэтому я была приятно удивлена, когда меня наградили таким высоким званием, как лауреат второй степени. Конкурс мне безумно понравился. Это мой один из первых конкурсов именно международного масштаба. Я волновалась очень сильно, потому что сама по себе я довольно эмоциональный человек. Но когда ты выходишь на сцену, видишь полный зал зрителей, который внимательно тебя слушает, все волнение уходит на второй план, остаешься только ты, сцена, песни и эмоции, которые тебе надо передать. Необходимо отметить и увлекательно открытое занятие, которое состоялось в музее школы под названием «Уроки москвоведения», подготовленное учениками, а также руководством школы. Оно точно останется в памяти у всех собравшихся. Ведь выступления докладчиков, захватывающая экскурсия под эгидой «Я хочу показать вам Москву через призму поэзии» обогатят учащихся новой и интересной информацией. Не обошлось и без приглашенных гостей. Главный специалист-эксперт Российского центра науки и культуры. Роман Масан не оставил без внимания мероприятие и вручил музею ценные подарки. Книги, которые обязательно понадобятся ребятам в их учебной деятельности. Мы посетили великолепный урок, связанный с историей России, с литературой. Московия называется. «Это ежегодное мероприятие. Очень отрадно, что дети знают на высоком уровне и российскую литературу, и русский язык. В частности, я сейчас получил большое удовольствие, когда всем классом синхронно читали Бородино». Такое международное сотрудничество дает результаты. Средняя школа имени Дмитрия Карбышева может гордиться достижениями своих учеников. А помогают им в этом, поддерживают и развивают их наставники, опытные педагоги. «Международное сотрудничество двух школ – это, конечно, неотъемлемая часть всего учебно-воспитательного процесса, работы ресурсного центра по гражданско-патриотическому воспитанию. Ребята большим удовольствием откликаются на приглашение московских школьников посетить столицу Российской Федерации. Мы всегда открыты к диалогу, мы встречаем делегации, проводим экскурсии и по нашей школе, и по городу, по нашей стране в целом, рассказываем им, как мы живем, чем мы дышим».